Да, но в любом случае это уже вошло в историю, с не ошибаюсь, 6 раз она защищала свой титул. Да, 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 именно 6 раз. Вот так вот, смотря по практике, я могу ошибиться, конечно, потому что я не являюсь специалистом именно в боевых искусствах, которые касаются смешанных единоборств. Но больше, так скажем, побед одерживают именно те борцы, которые являются изначально именно борцами, там, вольного стиля, джиу-джитсу, там, дзюдо, самбо. Ну, это, на мой, может быть, дилетантский взгляд, я, как бы, прошу прощения, если кто-то с этим не согласен, но мне так кажется, что борцу поставить ударную технику немножечко проще, чем ударника научить бороться. Мне так кажется. Опять же, я могу, как бы, ошибаться. Да, ну, многие специалисты так говорят, да, я вас поддерживаю, там, ну, если уж опускаться до какой-нибудь уровня пониже, то элементарно на улице можно просто драться и ударную технику это ставить, а борцы, все-таки, это определенная техника, определенная тренировка. Как говорится, главное, пройти в корпус, да. Не умаляю заслуг ни боксеров, ни людей, связанных с ударной техникой. Нет, 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 ну что, попасться боксеру, это нет, это нельзя, нельзя. Очень красивый бокс, мне нравится. Я, конечно, не прям ярый поклонник бокса, но вот последний бой, когда выиграл украинец, я думаю, все смотрели, но это было впечатлительно, очень впечатлительно. Очень, да, я, конечно же, болела за нашего, за россиянина, но настолько было просто, я не знаю, море ударов, я даже не успевала смотреть. И так вот у нас начинается борьба за дом. Повозвращаемся мы с бокса сюда, фестиваль борьбы. Такие малыши, когда борются, вы знаете, всегда, вот я мама, да, хоть я и тренер, но я в первую очередь мама, и мне всегда вот я переживаю, вот, ну не дай бог упадет, ой, как он там, вот всегда вот, понимаете, как вот с материнской точки зрения, всегда вот переживаешь. Ты таких малявок всегда переживаешь, и всегда интересно, они так радуются, когда проигрывают, и не плачут, и успокаиваешь. Очень зрелищная на них, очень зрелищная борьба, и смотреть на них интересно. Ну да, вот мы говорим, что люди живут спортом, вот, наверное, как раз для таких ребят это действительно подходящая фраза, поражение это все конец света. Да, здесь, здесь, знаете, здесь должен тренер, работать, так можно сказать, психолог, он должен объяснить, где нужно, вы знаете, за 18 лет работы тренером я вам могу сказать, что дети разные, кого-то нужно пожалеть, а кого-то и поругать. Ну, индивидуальный подход, можно сказать. Ну, а пока что представлю я участников, мы слим Васильев, это Астрахань и Егор Фомичев, Москва, весовая категория до 38 килограммов. Сейчас пока без оценок. На ковре находится арбитром судья Елена Королева, тренер школы имени олимпийского чемпиона Бориса Кузнецова. Пока, к сожалению, у нас проходит поединок без оценок, вот, отпытается выполнить атаки, вот, верхний захват берет борец с синим кимоно. Опять же, напряженная встреча, напряженная встреча. Это говорит нам сейчас о том, что приблизительно одного уровня борцы. Да, и здесь же опять все сводится к каким-то ошибкам. Ну, вы знаете, на... Ну, или даже, может быть, в силу какую-то, кто дольше сможет продержаться, около сил больше останется. Но еще здесь очень важный фактор, это детишки. И их волнение, которое у них на данный момент, предстартовое волнение, оно играет очень большую роль. И вот здесь вот не всем детям удается с этим справиться. Здесь, конечно, важна помощь тренера. Очень многие не справляются, из-за этого не могут видеть технические какие-то ошибки. Либо, вы знаете, такое немножко, как волнение, тремор возникает, и они не могут неправильно подвернуться, не атаковать. Опять же, это зависит от психологического состояния ребенка. Ну, а кто все-таки тренер должен сказать перед таким поединком? Ну, вы знаете, вот я опять повторюсь, опять же... Все индивидуально, да? Все индивидуально и зависит от психики ребенка. То есть, кого-то нужно успокоить, кого-то нужно похвалить, кого-то нужно погладить по головке и сказать, какая ты умница у меня, выходи, борись. А кого-то, знаете, нужно и... Здесь все зависит индивидуально от каждого малыша. Вот сейчас в синем кимоно у нас борец пытался бросить через спину. К сожалению, неудачно. А так и не завершилась оценкой, скажем так. Опять же, простят меня специалисты подзюдо. Я как бы стараюсь следить за изменением в правилах, но могу и ошибаться. Потому что настолько часто там происходит изменение в правилах, что иногда не успеваешь. Да, регулярно различные семинары проводятся. Что-то меняется, в том числе, чтобы более зрелищными стали поединки. Ну, я, конечно, знаете, когда отменили броски за ноги, я, конечно, очень сильно расстроилась. Потому что, если посмотреть на резку бросков за ноги, когда они были разрешены в дзюдо, было очень красиво, очень эффектно. Да, не всегда все на пользу. Да, мне кажется, в этом плане дзюдо, конечно, потеряла. Вот сейчас вот, да, оценка в Азаре получает. А, если не ошибаюсь, чуть больше 20 секунд еще у нас здесь остается. Да, 20 секунд. 20 секунд. Ну, я думаю, за это время ничего у нас не изменится. Хотя это дети, вы знаете, можно ожидать всего чего угодно. На практике бывают случаи, что и за 2 секунды проигрывают ипоном. Ну, в этом и есть прелесть не только единоборств, но и всего спорта. В этом, вы знаете, в этом прелесть дзюдо. То есть ты можешь проигрывать в Азаре, ты можешь проигрывать практически всю встречу. И буквально за секунду, за 2 ты упадешь на икону, ты проигралась. Очень много было таких случаев. В этом и красота дзюдо. У нас на Олимпийских игр 2016 года боролся наш самбист. Мы его называем самбистом. Беслан Мудранов. 60 килограмм. Переживала, мне кажется, вся Россия. Все не спали. И очень был напряженный поединок. Тот он выиграл в дополнительное время. И его победа, вы знаете, которая принесла ему Олимпийское золото, она дала толчок вот этим вот детишкам маленьким, которые знают его, которые видят, лично знакомы. Именно стимул к тому, чтобы тренироваться. И самое главное, ощутить, что Олимпийское золото – это реально. Что можно завоевать его, что можно подготовиться. И стать Олимпийским чемпионом. Вот красивый бросок, красивый. Опять на Вазаре. Дзюдоист в белом кимоно провел красивый бросок через спину. Артем Чистяков, представитель Астрахани. Сейчас хотел провести болевой прием, перевернут, но попытка неудачная. И вот повтор как раз мы сейчас можем наблюдать. Вот, да, 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 да. Вот, смотрите, какой хороший подворот с падением. Молодец. Ну, а здесь уже у соперника попытка провести прием. Ну, неудачная. Ну, да, не увенчалась успехом. У нас сейчас проходят поединки на всех трех коврах. Конечно же, тяжеловато следить сразу. Глаза разбегаются. Да, хочется и там, посмотрите, и здесь. Опять же, атака у нас ничем не увенчалась, к сожалению. Но все-таки в этом поединке поактивнее ведут себя спортсмены, чем в первом. Да, здесь более. Вот попытка выполнить подсечку. И вот снова. Опять подворот, да, на бросок через спину. Здесь уже атакует сейчас синий попытка переворота, да, на удержание. Очень. Очень напряженный сейчас момент. Но вот не завершил с успехом. Но, к сожалению, видно было, что дзюдоист в белом кематоке у кематоке готовил атаку. А сейчас попытка переворота на удержание. Но пока что неплохо обороняется. У нас в Азаре, да, ведет дзюдоист в белом кематоке. Вот сейчас смотрим. Хорош. Ну вот вы знаете, по самбо это был бы один балл. Здесь, конечно... Дзюдо, немножечко по-другому оценивается. Иногда путаемся. Чистяков Артем, да, у нас одержал победу. Это вторая победа здесь Астрахани. Да, молодцы дзюдоисты. Да, и стоит добавить, что... В паре Станислав Брусенцов против Данила Галюрина эта поединка не состоится. И здесь плюс еще один балл Астрахани и счет 3-0. Так что вот так. Здесь пока что мы ведем. Пока ведем. Сергей Дрюжиков Астрахани против Яхьяева Ахмада. Та же весовая категория до 42 килограммов. Напряженный поединок. Опять у нас начался. Вот попытка сделать подсечку. Ну как-то поактивнее пока что. Я вижу секундировать силу Павлова Татьяна. Она у нас является сама. Мы с ней начинали в одно время, боролись. Выполняла она в свое время норматив мастера спорта под дзюдо. Сама была неплохим борцом. Хорошая дзюдоистка. И вот сейчас работает тренером. Вот сейчас была попытка перевернуть, но опять, к сожалению, неудачная. Вот сейчас на болевой прием зашел наш дзюдоист. Попытка сделать рычаг локтя. Но пока попытка удачная. Если доделает до конца, то, возможно, и будет болевой прием. Защищается грамотно дзюдоист с синим кимоно. Да и в целом такое мое личное наблюдение. Здесь очень многие хорошо обороняются. Сложно выйти на какой-то прием. Конечно же, да, все выходят выигрывать. Никто не хочет проигрывать. Я вам могу сказать, что даже вырвав руку на болевой прием, то не все даже могут сдаться. Некоторые терпят и не сдаются. Вот сейчас... Вот, хорошо. Я бы оценила. Вот, я бы тоже дала Айпон. Хорошо поймал. Молодец, вовремя. Вот сейчас на повторе мы с вами увидим попытка боковой. Тут же заход на задний. Дзюдоист с синим кимоно пытался сконтрить, но у него не получилось. Завершилась победа нашего дзюдоиста. Это очередная победа астраханцев. Пока что тут... Ну, нельзя сказать, наверное, что прям доминирование, но все идет очень даже здорово. Пока, да, очень прекрасный результат. Владислав Михайловский против Сопрыкина Владислава. Два тезки сейчас у нас на ковре. Весовая категория до 46 килограммов. Вазарик, к сожалению, упал наш. Да, есть на... Сразу, да, пока я тут объявлял, активные действия начались. Опять же, сейчас вот попытка проведения болевого приема рычаг-локтя. К сожалению, перевернул. Вытянул руку. Ну, и сейчас все зависит от того, сможет ли защититься наш дзюдоист. Пока что хорошее положение. Вот нам, к сожалению, отсюда не видно. Сдача. Все, поединок завершил. Вот, пожалуйста, первое поражение. Ну и слезы. Первое поражение. Вот, о чем мы с вами и говорили. Слезы. Но вы знаете, как говорили великие тренеры, если спортсмен плачет, то это хорошо. Это не безразлично. Да, значит, он хочет тренироваться, он хочет выигрывать, он хочет быть лучшим. И сразу же следующий у нас поединок. Закоптелов Владислав против Виноградова Андрея. Ну, вот опять я смотрю, у нас поменялся, да, секунду. Вот обшагнул, обшаги мне, да, дали оценку Вазаря. Очень хорошо. Вовремя, вы знаете, среагировал дзюдоист с синим кимоно. Вот сейчас попался на болевой прием сдача. Опять второй проигрыш, конечно. Что-то, наверное, мы с вами сглазили. Сейчас на повторе можно увидеть, как обыграл. Вот контрприем, смотрите, видите, как хорошо. И тут же переход на болевой прием. Немножко расслабился наш дзюдоист, совершил. Да, на секунду буквально концентрацию потерял, и все. Да, потерял внимание и поплатился за это. Муталиев Аду против Зейналов Фарид. Попытка провести подход. Опять обшагивание, оценку Вазаря получил. Дзюдоист с синим кимоно. У нас снова достаточно активно, здесь у нас все начинается. Может, как-то по нарастающей. Сначала все достаточно осторожно, так напряженные. Конечно, в напряжении тут тоже не откажешь, но все более активно. Ведут себя спортсмены. Вот опять, смотрите, попытка проведения подхвата. Но, к сожалению, недорабатывает немножко руками наш дзюдоист. И этим, да, этим пользуются противники. Практически аналогичный прием пытался, но не получилось сейчас, по москвича, его провести. Знаете, борцы делятся, так сказать. Есть атакующие, а есть, которые любят работать на контрприемах. И вот очень хорошо пользуются контратаками. И вот, смотрите, попался на болевой прием сдача. Вот опять, к сожалению, проигрыш нашей команды. Очень хорошо он ловил на контрратаках. И не упустил возможность проведения болевого приема. Вот у нас немножко сейчас шумно в зале. Вот посмотрите, посмотрите. Защищается очень грамотно. И тут же переход, тут же переход в партер и на болевой прием. Отработано, то есть, о чем это говорит? Что спортсмен работает и в стойке, и в партере. Каждый бросок завершается преследованием в партере. А это очень важно. Не упускать ни малейшей возможности провести атакующие действия сопернику. Ну, это тот самый уровень, о котором мы говорили. Да, это уровень. И здесь видно, как работает тренер, как он объясняет, что он дает. Вот сейчас у нас опять попытка проведения болевого приема. Защищается дзюдоист Синий Кимоно. Вот, к сожалению, неудачная попытка. Голово. Выпустил голову наш дзюдоист, и поэтому соперник ушел. С болевого приема. Если стоять рядом, около ковра, то мы можем услышать от секундантов. Держи голову, держи голову. Либо ногу на голову. То есть, основное, это чтобы провести болевой прием на руку, рычаг локтя, здесь нужно контролировать голову спортсмена. Если он убирает голову или скидывает ногу, конечно, здесь уже тяжело провести. Вот, смотрите, опять попытка болевого приема, но уже соперника. То есть дзюдоиста из Москвы. Какая-то заминка у нас небольшая. Что-то, видимо, там произошло. В секретариат попросили. Такое-такое небольшое совещание там. Ну, вы знаете, там бывают некоторые заминки. Тем более, хочу заметить, что проводить вот так сразу на трех коврах и три различных вида спорта, это, конечно, очень тяжело. Тяжело работать и организатором, и судьями, и участникам, и тренером. Поэтому такие заминки, они возможны. Может быть, неправильно была записана оценка, либо, знаете, иногда бывает, что не тому по ошибке записывают. Возможно, в этом причина. Ну, все-таки вот такие вот паузы, кому больше на руку играют и играют. И когда, по сути, ты вот борешься, борешься, тебя останавливают. И вот такой вот момент. Иногда вот ты выходишь настроен. Ну, опять же, по моему личному опыту. Ты вроде бы собранный, сконцентрированный. И вот такого вида паузы они иногда могут сбить настрой, сбить вот этот вот, понимаете. Дать возможность сопернику собраться с мыслями, собраться с силами. Передохнуть в конце концов. Конечно, когда ты постоянно прессингуешь, находишься в прессинге, соперник теряется, у него теряется концентрация внимания, он не знает, начинает паниковать. А вот такие заминки, они дают там 2-3 секунды, 10 секунд, он приходит в себя, и уже какой-то план действий у него в голове, так сказать, созревает. И здесь приходится опять заново все начинать. Конечно, спортсменам тяжело. Кому-то это может быть легко. То есть он отдышится, получит время восстановить дыхание и отыграться. Но мне, в моем личном опыте, мне всегда они мешали, скажем так. Такие вот такого рода паузы. Да, вроде продолжили поединок. Сейчас опять пауза была. Рейфери уже пошел к этому столу. Ну вот, теперь снова продолжаем. Вот захват атаку еще взял дзюдоист наш гость, дзюдоист из Москвы. Сейчас вот пытается обороняться наш спортсмен. Переход в партер, но без технических действий. Знаете, в дзюдо очень эффектные болевые приемы, которые начинаются со стойки, переходы на них. Очень красиво, эффектно смотрятся они. Ну и исполнить их не так уж легко. Да, да, это нужно нарабатывать, годами нарабатывать, это нужно поймать момент. То есть соперник, он тоже всегда находится во вниманиях, он сконцентрирован. Да, к тому же нужно понимать, что неудачная попытка может стать такой фатальной ошибкой, которая принесет победу сопернику. Вот у нас получает замечание наши борцы. Вот опять попытка проведения, к сожалению, неудачно накрылся. Сам же накрылся спортсмен из города Москвы. И о Саикоме так называемое удержание. Дзюдо, удержание выполненное. Это Ихон. По самбо у нас 4 балла, и встреча продолжается дальше. По дзюдо это чистая победа. Ошибся, конечно же, спортсмен из города Москвы. Но наш не растерялся, воспользовался и получил победу. Да, и прервал вот эту серию из трех неудачных поединков. Конечно, да, а то мы начали переживать уже здесь. Вот сейчас посмотрите на повторе. Вот он пытался посадить и накрылся. Наш спортсмен воспользовался этим. Получил оценку в Азарии. И еще удержал, за что получил Ипон. Да, но сейчас весовая категория до 66 килограммов. Ибрагимов Эмиль против Ильи Кернера выходит. И смотрим, что будет у нас здесь. 5-3 пока что общий счет по поединкам. Опять контратаку пытался провести. Это получается предпоследний у нас в протоколе. Вот смотрите, переворот какой хороший. Расслабился наш спортсмен и поплатился за это. Попался на удержание. Попался на удержание. Очень жаль, конечно. Очень быстро. Попытается из этого положения выбраться. Но вот сейчас видите, нога находится между. И поэтому удержание не считалось. Подзюдо, напомню, если кто не знает. Если вы попались на удержание и при этом успели обхватить ногу соперника, то удержание не засчитывается. То есть его не открывают. Как только спортсмен, проводящий удержание, вытащит ногу, открывается тут же удержание. И ведется отсчет. А и попытка выйти на прием сейчас? Да, на болевой прием заходит спортсмен с города Москвы. Но отоборонился. Отоборонился астраханец и уже свою атаку будет пробовать провести. Да, сейчас, конечно же, ему надо атаковать. Попытка практически такого же переворота, но, к сожалению, неудачна. Сбилось дыхание. Вот сейчас даже отсюда нам видно у обоих спортсменов. Очень резко. Вот поймал. Смотрите, как красиво поймал. Расслабился. Вот опять, понимаете, о чем мы и говорили, это вот потери концентрации внимания. Зуду это такой молниеносный вид спорта. Здесь за малейшее послабление можно поплатиться победой. Вот что у нас и произошло. Так, если это последний поединок, получается 5-4. Если мы тут во всем это великолепие борьбы, мы не потеряли 5-4, ведут астраханцы. И поединок, который решает все? Решает все. Согласно положению, если при равенстве баллов, то по жребию будет проведена дополнительная встреча, чтобы определить победителя. Но, надеемся, мы не воспользуемся этим. Очень хотелось бы, чтобы наши спортсмены, конечно же, одержали победу. Вы тоже выступали на различных соревнованиях. Вот такой момент. Спортсмены сейчас осознают, что, по сути, решается судьба этого всего соревнования. Или не до этого сейчас? Лучше не говорить об этом. Именно вот в таком возрасте, что твоя встреча, она является важной, может переволноваться спортсмен, побояться сделать. То есть, понимаете, он будет скованный в борьбе, он побоится ошибиться, побоится сделать какое-либо действие. А когда он не знает, он будет просто бороться, будет раскованный и будет проще. Спортсмены более взрослого уровня, они более подготовленные, психологически более устойчивые. Они смогут собраться, сконцентрироваться и уже более качественно провести встречу. Ну, а сами спортсмены не считают, что происходит в любом случае? Они тут рядом наблюдают? Ну, конечно же, но мы надеемся, что наш спортсмен все-таки будет очень собранный. Видно, что волнуется, видно, что хочет выиграть. Будем надеяться, что ему это удастся. Ну, и спортсмен наш гость, спортсмен из города Москвы, он тоже знает, что зависит от его победы и тоже хочет выиграть. Мы вот сейчас видим, что в его углу около секунданта собралась команда, все переживают, поддерживают. Все хотят сравнять счет. Это, скажем так, такие интриги, они вот для зрителей, это очень интересно, заставляет волноваться, так сказать, прильнуть еще сильнее к экрану. Опять у нас какая-то заминка происходит. Поправляют, видимо, татами разошлось, поправляют ковры. К сожалению, вот это очень неприятные моменты, неприятные к тому, что если образуется щель между матами, спортсмены могут нанести травму себе. То есть может попасть нога в щель, может даже вплоть до перелома, вывиха, потому что спортсмен, он не смотрит под ноги, он занят весь поединком. И здесь нужно организаторам следить внимательно. Такая травма на ровном месте даже, можно сказать, получится. Конечно, да. У нас, знаете, бывали случаи, что на разминке спортсмены из-за того, что некачественно были уложены маты, получали травмы и даже вообще не могли начать соревнование, потому что получали либо перелом, либо вывих такой, что стоять невозможно было на ноге. Вот сейчас опять ошибается наш спортсмен, но пока защищается. Вот сейчас, к сожалению, попадается... Вот ушел, молодец, молодец, ушел, не попался на удержание. Продолжает свою атаку, но нет, все, не получилось провести прием. Устали, вот мы видим, да, дышит тяжело. Устали оба. Вот сейчас наказали нашего дзюдоиста. Опять попытка броска через спину. Красиво, красиво, красиво и тут же на удержание. Вот, к сожалению, грань такая очень тонкая между оценкой Вазари и икон. И иногда для зрителя кажется... Вот дали все-таки икон, что летит на всю спину, а дают... Вот сейчас на повторе посмотрим. Смотрите, подворот за два рукава. Очень хороший до конца. Вот. Ну, прокатился по всей спине. Я, конечно, могу ошибаться. Но мне кажется, конечно, было по он. Да, ну и видно было сейчас, как расстроен астраханский спортсмен. Очень расстроен, жалко. Утарил с горостью по татаме. Ну что ж, на построение команды. Ну, сейчас послушаем, что объявят. Да, сейчас послушаем решение наших судей. Вот сейчас они совещаются. Ну, если мы, конечно же, не ошибаемся, но вроде бы, согласно нашему протоколу, счет 5-5. Вот зовут представителей. Да, и опять же, повторюсь, согласно положению, по жребу будет выбраны спортсмены из весовой категории, между которыми будет проведена повторная встреча. И уже по исходу этой встречи будет определена победа всей команды. То есть вот вы сейчас представляете, какая нагрузка будет на этих мальчиках. Да, вот они все точно будут понимать и знать. Они будут все понимать. Все будет зависеть. То есть победа всей команды будет зависеть только от тебя. Это очень тяжело, конечно. Да, вот как раз мы видим это совещание сейчас на экране. Ну, в таких случаях я считаю, что нужно просто кидать монетку, скажем так. Чтобы не было обидно ни той, ни этой стороне. И уже будет более-менее честно. Вот мы видим, происходит совещание. Решают, видимо. Вот сверточек положили, видимо там. Может быть там фишки. Возможно. Организаторы что-то знали и заранее подготовились к этому моменту. Ну, знаете, я, к сожалению, не владею информацией, как происходит по ЦИДО. Но у нас иногда бывает, что не компьютером происходит жеребьевка. Не компьютерная, а вручную. То есть есть специальные фишечки, которые на, так скажем, по воле судьбы, скажем так, получают свой номер по жеребьевке спортсмена. Спортсмены вольной борьбе. Вот опять мы видим, что происходит решение вопроса, как поступить. Вот здесь, конечно же, возлагается огромная ответственность на организаторов. Кого и как. Как это решить. Знаете, всегда тяжело угодить, то есть помимо спортивной карьеры, вот уже вот третий год я занимаюсь и судейской деятельностью, являюсь судьей всероссийской категории. И тяжело угодить обеим сторонам, скажем так. В любом случае всегда кого-то что-то будет не устраивать. И вот здесь вот мнение судей, оно должно быть, знаете, такое вот, очень авторитетное, беспристрастное. И жесткое. То есть вот судья должен решить и все, и объявить об этом своем решении. И набранных очков победу одержала команда города Москва. Что-то мы, видимо, пропустили. Нет, сейчас объявили, что счет 5-5, но победа одержала команда города Москва. Но, возможно, одна встреча не состоялась. Этот балл присудили астраханцам. И вот так его и вернули. Ну, может быть, может быть, скорее всего. Да, участные режиссеры подсказывают, что по качеству борьбы были лучше как раз-таки москвичи, и поэтому им присудили победу. Для зрителей поясним, что такое качество борьбы, то есть это встречи, выигранные более чище. То есть это бросками на Япон, на Вазаре больше количества.